Отъедается в траве, пузатый, скоро у него нерест. Вы посмотрите на этого коньяку, на этого... Опа, есть, 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 есть. Не головлиная погода, но тем не менее, результат есть. Вот это прикол. Такого еще не было. Опа. Магнум СССР. Друзья, всем привет. Вы на канале Фаворит Фишин, в кадре Юрий Вознюк. И все-таки это состоялось. Я сейчас нахожусь на реке Южный Бух. Вы можете наблюдать на этот просто шикарнейший вид, который завораживает своей красотой эти скальные ущелья, эти перекаты, эти пороги. Но настолько как-то все сумбурно и спонтанно получилось, за день созваниваемся с товарищем Александром. Говорю, Юрчик, давай махнем на Южный Бух. Говорю, на день? Ну, давай на день. Собрались, спали там буквально по 3-4 часа, уставшие, но дальняя дорога, мы здесь. Я уже очень хочу забросить, поймать головля и сделать акцент и в этом видео, и вообще по самой рыбалке максимально поупираться в облерлую тематику, поискать головля, жереха. Ну, конечно же, я пару забросов сделаю между перекатами. Наджих, может судак, окунь. И хочу в этом видео поделиться своим топ-5 воблеров именно по Южному Бугу, те приманки без которых, ну, не стоит сюда ездить. И по сути самого видео буду делиться своим опытом, какими-то фишками. Все это будет, я думаю, вам полезно, интересно. Ну, и Южный Бух, он состоялся. Друзья, мы спускаемся к воде, а вы оставайтесь с нами. Друзья, вот я подошел к своему любимому камню. Когда-то мы сюда, в этот участок Южного Буга, это Винницкая область, часто ездили. Там 3-4 года к ряду. И Веталь Моголецкий, мой товарищ, компаньон по рыбалкам, сюда его обзывал Вознюковский валун. Я любил встать на этот камень и поработать на сплав, вверх по течению. Ну, собственно говоря, чем я сейчас займусь. Сегодня в моих руках. Рапид, я ждал этот выезд, я ждал эту встречу с Южным Бухом, чтобы Рапид протестировать по микрокрэнкам, по колебалкам. И начну с жукаловского чабика в цвете аюшка. Ну, а там посмотрим по ходу пьесы, как оно и что. Ну, и вот классика. Обратите внимание на перекат. За ним находится слегка такое, как завыхрение. А вот такие вот завыхрения очень хороши. В таких завыхрениях зачастую и случаются поклевки. Мы сейчас будем работать, проверять колебалки. Рыбка плещется. Так, поставим колебалку. Поставим колебалочку. Сразу сделаем замену чабика. Попробуем доловить рыбу именно на другой тип приманок. Такая техника часто срабатывает. Так, чабик сюда. Это у меня был кошелек с колебалочками. Вот, вот, хорошая смит-дробдиа. Классная японская колебалочка. 4 грамма весом. Хорошо летит прицельно. Сань, так вот стоишь на камне, смотришь туда вдаль, на те отвесные скалы, на валуны, разбросанные по речке. Блин, реально хочется жить, творить, дышать. Класс. Красота, природа, южный дух, как ни крути, это великолепнейшая речка. Сейчас попробую побросать на джих, а вдруг головы отзовется и на джих, и мы будем на джихе его ловить. Кто его знает? Дистанция. Можно тоже и бель поймать, и о, есть асход. Была поклевка, Сань, сразу со старта за камнем. Да, поставил джих, 3 грамма поставил, свиминпакт, тут же поклевка и хорошенький ударчик, рыбу чуть подержал, сошла. Может судачок, тут мы брали хороших судаков. Если, друзья, не заработали поклевок, всегда стоит переместиться. Красота просто. Вот эти вот все полевые цветы. Обратите, пожалуйста, внимание вон на тот скальной такой каскад. Да, водички мало. Вода упавшая. Вот предыдущие года вот это вот все заливало. Вот это вот здесь пройти было просто андрил, обходили с другой стороны. Друзья, попробуем сейчас здесь поработать, возле этих камней, обраточек. Опа, была поклевочка. Друзья, забросил туда, куда надо и тут же заработал поклевочку. Сейчас попробуем еще раз провести такую манипуляцию в той обраточке. Вот так вот, даже, чтобы на голову рыбе не бросать. Опа, еще одна была поклевочка. Бьет, есть. Сейчас постараемся его доловить. Возможно, даже мы сейчас сделаем лайфхак. Переменим с магмума на простой каменчик. Я думаю, поймаем. О! Была поклевка, но не засекся. Мажет, мажет. Видите, ну, делаю все правильно, прогоняю по течению, бросаю чуть-чуть выше и, как вариант, есть атаки, есть так званые его скупки, но рыбу засечь не могу. О, есть, наконец-то! Опа, друзья! Есть, сошел! Бывает такое, первая рыба исход. все мы делаем правильно. Если у нас идут поклевки, значит, мы, друзья, делаем все правильно. О! Есть! Мелкий, мелкий. Атаковал, он промазал, друзья, первый, мелкий, но, но первый. Не таким, конечно, галавлем я хотел начать мое шествие по Южному Бугу, но рыба шла за приманкой, был сход и немножко подержал и чуть-чуть по течению пускаешь воблер и так медленно крутишь, делаешь паузу и немножко такой, как сбой делаешь игры. Даже не буду фотографировать, быстренько этого малыша отпущу и надеюсь, что сейчас мы укрупнимся с вами. опа, есть, 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 опа, красавчик и хороший, друзья. опа, ну, вот это вот уже приятный южнобургский по классике перебросил камень, провел за браточкой и о, такой вот красавчик. Да, ни келуха, ни трофей, но, тем не менее. Вот, камьон отъедается в траве, пузатый, скоро у него нерест. Такая красивая рыбка. Друзья, естественно, опа, рыженький камен, классика, с классик. Попробуем еще раз, вдруг он там не один. Перебросил каменный валун, опа, была поклевочка, перебросил каменный валун и тут же за каскадным этим таким микропорогом случаются поклевки. и уже его начинается время. Недаром говорят, головлю рыба ленивых. Ну, что это значит? Я думаю, вы догадались, можно вдоволь выспаться, на зоречке его там не особо ловить. И уже, когда солнце припекает, поднимается, начинает жарить, он начинает раздавать. ударил, футбол поиграем. будем проверять колебалкой эти места. Есть, 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 есть. Идеально все сделал, сошел. то что, что-то такое. Он как-то так аккуратно прикусывает за теми камнями. Он там стоит, провел идеально под самым камнем и сошел. Вот единственный минус безборочистый крючковый лес. Есть, сошел, аж бурун пошел. Еще один. Это безумие. Друзья, поклевка за поклевкой. О, есть. Выпрыгнул, короче, была поклевка. Я рыбу чуть протащил, и она упала. Упала на камень и сошла. Ну, ничего. Друзья, просто как так бывает? блин, закончились флешки в камере. Поменял, сел, покушал. Вижу, что-то плещется. Думаю, дай, я заброшу. Друзья, вальнул жереха килограмма на два. Это просто, это просто дурдом. Вы посмотрите на этого коньяку, на этого южнобужского красноперого. Это просто монстр. И камеры дропнутые без флешек, лежали в сумке. вот такой вот красавец, южный бух, подарил нам трофей. мы, естественно, по методу спортсменов поймал, отпусти. Рыбу сейчас быстренько реанимируем и отпустим. Такая рыба должна жить, а тем более жерех, то сто процентов. Красивый, красивый такой жерех. Поклевочка аккуратненькая, на камеон. О, отходит. О, о. Давай, давай. Красавчик. О, смотри, все, он сильно, сильно долго сопротивлялся. О, красавчик. Давай. Друзья, не снял ни поклевку, ни вываживания. Дал он, конечно, моему рапиду перекоптиться. Поставил камеон и так, знаете, на головника кидал, кидал, были поклевочки, потом такой бурун, шандарах, ну, вот так вот. Я думаю, что-то еще интересное получится для вас и снять. Друзья, вот еще классика жанра. Порог между ним относительно тиховоди и потом дальше пошел порог. Камни, которые ниже вот этого всего каскада, они поодинокие. Часть их видна нам, а часть мы можем определить неровность видна интересных перспективных участков для стоянки рыб это возмущение под водой. То есть там, где возмущение воды, какие-то завыхления, там зачастую и прячется белый хищник. опа. Друзья, ну это какое-то уже побоище младенцев до гоночку с-под камня, но голавлик монстр. так, мы этого красавелла давай, такая упитанная плотвичка. Ну, подводил уже к берегу, буквально вот ощущение прибывает и тут такое место укрытия. Вылетел такой мелкий, но такого магнума жука значит голодный. О, есть, 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 о, 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 судак. Ударил судачок. Друзья, вот такой вот судачок, да, понятно, это такого судачка и судаком назвать постыдно, но тем не менее, но тем не менее, усами шикима и вот такой вот красавчик, да, мелкий, но приятный. Так, попробуем так. О, друзья, вот это прикол, вот это прикол, такого еще не было. Опа, друзья, такое бывает нечасто. Подошел на точку, сделал заброс, провожу приманку и думаю, закреплю штативно рюкзак, чтобы он не упал и прицепился такой вот голавлик. обмельчал, обмельчал, голавлик на южном буге, но не за рыбой, а на рыбалку. Оп, была поклевочка. Опа, друзья, видели, поклевка за поклевкой, и рыба атакует, но соскальзывать с крючка. Попробуем еще раз. Есть, 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 оп, догнал. Ну, ты, смотри, Саш, ну, как это так получается? Столько сходов. Это же и крючки, хороший, ну, больше, чем этот. Опа, есть, 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 друзья, и хороший. Я надеюсь, что он не сойдет, и это будет, ну, уже чуть-чуть бонусней. Вот, видите, головастик приносит. Классика жанра и покрупнее. Вот это вот уже понятно, все равно малыш, но тем не менее. красавчик. Посмотрите на этот перелив, на вот эту вот грацию и красоту. Такой размерчик уже приятный. На фоне той мелочи пробросил по каскаду того переката, занесло за камень и на обратке четкая поклевочка. Слиток серебра шершавенький, скоро нерест. Друзья, обедешное время, уже далеко за обед и рыба, скажем так, немножко призакрыла рот. Были поклевки, были сходы, голова ли это такая рыба, она часто мажет, сопровождает приманку, бывает такое скубок и уходит под камень, где-то засомневавшись в подлинности ручка, которого она хочет скушать. И обещанный мною топ-5, это лично мое мнение, я не претендую на какие-то идеальные приманки, но я езжу на Южный Бух ну, наверное, лет уже 7-8. Разные были рыбалки, очень удачные, не сильно удачные, но я хочу поделиться вот именно теми приманками, без которых я бы лично не ездил бы на Южный Бух. Не всегда в моих коробках, у меня очень много воблеров, но приступим, друзья. Камьон Магнум СССР, вернее, Магнум СССР и простой СССР Магнум, кстати, ударил его при забросе, камень полопал, вроде бы, как воду не пьет, и были поклевки. Вот эти вот два воблера, это топ-1, наверное, вот реально многие рыболовы со мной согласятся, можете написать это в комментариях. Второе место классика Джакал Чаби в двух исполнениях. СССР 38 и СССР идущий в верхних слоях воды, рисующий усы на воде. Климанка великолепнейшая, хорошо работает, хорошо летит, классные тройники, красавчики в свое время, они 15-й, 14-й, 13-й год шикарно работали, тоже их сейчас слегка проблематично достать. Вот этот Джакал Тимон Паникро МР-очки вот именно в этом исполнении Medium Runner. Еще очень хороший этот воблер за счет этой лопатки, у него очень классная амплитудная игра, великолепно держит струю и при прикасании или восприкасании об какие-то поверхность он практически не цепляется, крайне редко он там стопорится в камнях, мерочка Паникро это must have однозначно, если вы ловите головля, не то чтобы там даже на южном буге, просто обратите внимание на эту модельку, ну и классика головастик, это реплика на виницкий головастик фирмы Бух, ну в принципе да, немножко краска отстает, но тем не менее сегодня поймал и были поклевки, есть оригинальные, Боревчука, Нахмана, они там дорогие, порядка 300 гривен и ну не ловят, тоже ловят неплохо, головастик далеко летит за счет металлической лопасти проходят вот эти вот каменные пороги, классная приманка, ну головастик это классика Жанра, южный бу, головастик, это как бугник лайт, ну и медленно тонущие Минохи, в данном случае сегодня тоже ставил, было пару поклевочек, Троутюн, тот же самый 46-й Ридж, Дуо, Тото, медленно тонущие он еще на падении сыпется, тоже приманка великолепная, Миношечка, ее можно и в струе где-то подержать, ее не колбасит конкретно там на течение, вот такой вот у меня топ-5, который бы я всегда бы брал и беру с собой на южный буг, друзья, поставил легендарного чабика в таком интересном цвете, полосатый, жук не жук, окуй не окуй, но есть, 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 с первого же заброса, друзья, и рыба сразу завела в траву, пожалуйста, вот что делает чудотворный чабик, чуть-чуть он промазал, рыба подбагрилась, но тем не менее ее атаковало, так, 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 успокойся, я тебя сейчас отпущу, вот такой вот красавчик, пожалуйста, смена приманки тут же приносит результат, я пока бегал, Саня втулил, Сань, покажи, как она этого красавца, она головастика, о, ну, смотри, ну, хороший, давай, отпускай, даже не будем фоткать, бродим уже с Сашей, наверное, часа полтора, и пока не заработали ни единой поклевки, погода резко поменялась, начала портиться в лучшую сторону, первый заброс и красавец голова, ой-ой-ой-ой-ой, боже, Даша по не сошел, ой, с такой спринтерской, только хотел пожаловаться, что не клевала, не клевала, и такой, вот, наверное, самый крупный, а нет, такой же где-то, 350, 400, друзья, пришел жаловаться, что не клюет, поклевок нет, и тут же парканул с первого заброса красавчика на камеона, может и вечерний выход, хотя по погоде небо затянуло, ну, не головлиная погода, но тем не менее, результат есть, так что характерно проходили вот с Санькой, ну, наверное, часа полтора, никто не заработал ни единой поклевки, ни единой естественно рыбы, как-то так глухую, оп-оп-оп, оп-оп, есть, есть, еще один, оп-оп, сошел, ну, что ж это такое, ну, друзья, напишите, пожалуйста, в комментариях, как вы боретесь со сходами вот именно головля, оп-оп, есть, 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 не сойди, пожалуйста, а, это был судак, друзья, и тоже сход, Сань, судачок, расскажу, друзья, немножко про методику проводки и про место, то есть, идет порог переката, более-менее уже тиховодный такой поток воды, и за этими валунами рыба прячется, и перебрасываю камень, за этим валуном она меня особо не видит в пестрой красной этой футболке, в этом реглане, и там она охотится, поклевка за поклевкой, но не всю рыбу удалось реализовать, опа, есть, есть, наконец-то добрал с другого ракурса, и еще, друзья, один, да, поменьше, но с классным ударом, там такой прогончик, такой темненький, я уже даже не знаю, какое-то по счету, я их не считал, но вот такой вот красивый головлишко, там идет прогон, если попадаешь в эти карнизы между травой, которые уже достала мне за сегодняшний день, и опять Магнум СССР, это Смит, так, плыви, красавчик, да, скорее всего, это, друзья, вечерний выход, о, есть сразу нападение, пожалуйста, сразу нападение на плюх, опа, все-таки вечерний выход никто не отменял, пожалуйста, еще один, да, не крупный, но на плюх реагирует, друзья, вот, вот, такой вот головлишко, класс, эмоциональная рыбалка, много поклевок, такой вот, так, 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 я тебя сейчас быстренько отпущу, подбросил, еще раз вам покажу, каменчик, и весь он такой пузатый, или он эту траву кушает, я не знаю, но, что есть, то есть, так, не возмущайся, оп, плыви, жалко, что нету крупного, хотя бы одного грамма на 600, но я уже так, если мед, то ложкой, ну, друзья, согласитесь, кто бы не хотел бы поймать крупного, классного головля в перекате Южного Буга, или на другой какой-то речке, заработать его поклевку, побороться, есть, вот, пожалуйста, и пурин, смена приманки, он тоже привыкает, а, так это наш клыкастик, это наш вампир, судачок, да, смешного маленького размера, но, с такого судачка и пятерки, семерки вырастают, так, давай, ну, живи, дитя, не знай печали, пока тебя не обвенчали, сел, 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 друзья, о, ну, этот уже судачок, чуть-чуточку, покрупнее, и вот уже в ногах, в обраточке, камень, ончик, красота, наверно, на этом судачке, нетипичном хищнике, для головлиной рыбалки, и закончим, друзья, мое сердце переполняет эмоции, классная выдалась рыбалка, со своими сюрпризами, немножко недосказанностью, и большим, ну, относительным количеством поклевок, да, не считая вот этого вот бонусного жереха, который, как-то так, ну, закон подлости сыграл, свою злую шутку, пока менял флешки, покушал, камеру еще не загрузил, и получилось так, что, больше сделал акцент на вываживании жереха, не бегая там, подключая, устанавливая камеры, и получилось поймать, ну, такого красавца, кстати, он клюнул на маленький, SR-каменчик, и по самой рыбалке, по сегодняшнему дню, вчера был очень большой слом погоды, ветер просто сумасшедший, порывы до 20 метров, завтра тоже перейдут фронтовые дожди, похолодание, сегодня было одно окно, когда была погода солнечная, под вечер чуть-чуть, тоже немножко ветерочек, тучки нашли, но тем не менее, мы были с рыбой, я насмотрелся поклевок, и хотел бы еще застрить ваше внимание, на моем топ-5, именно по Южному Бугу, голова всех сработала, сработала, я поймал голавлика такого, грамм 350-400, возможно, чабик сработал, сработал, камеоны, ну, без камеона, набух, ну, я бы даже пить не ехал бы, наверное, удивился, почему не сработали колебалки, тоже задал себе такой вопрос, и получилась такая, как некая недосказанность, и упирался в них, менял разные, было пару контактов, но ни одну рыбу я не поймал, всю рыбу я поймал сегодня на воблера, ну, и, честно сказать, это тоже вдвойне приятно, я люблю ловить на воблера, тем более легким, деликатным спиннингом, ну, и парапиду, понравился, оправдал мои надежды, сухой, звонкий, контролируешь приманку, да, где-то там были вот эти вот холостые поклевки, какие-то сходы, сначала грешил на жесткость бланка, но потом понял, все равно он как-то так еще не супер активно брал, да, рыбалочка была трудовая, находился, забил две флешки информацией, посадил все пауэрбэнки, но я думаю, этот ролик был интересный для вас, главль вел себя тоже неоднозначно, первая половина дня была больше такая, чуть-чуть холостая, поклевки, сходы, ну, и под вечер, по классике жанра, он открыл ротик, и еще чуть-чуть подловили, но смотрелся, закрывая глаза у меня поклевки, садочки понравились, тоже в прилове Саня там подлавлял, просто мы разбежались по перекатам, практически вместе там, ну, крайне редко пересекались и рыбачили, и вот такая вот, друзья, вышла рыбалка на Южном Буге, задавайте свои вопросы, которые у вас остались в комментариях, ну, естественно, подписывайтесь на наш канал, в кадре это все время был Юрий Вознюк, вы были на канале, фаворит фишинг, до встречи, друзья, а нам еще 250 километров к любимому городу Житомиру, субтитры сделал DimaTorzok,